Ума, давай, давай, не на меня, а сюда, сюда, не на меня. Молодец, моя девочка! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о характере нашей замечательной Умки, но перед этим я рекомендую вам посмотреть сюжет о гигантских анакондах на нашем канале Частный Экзотариум, сюжет вышел со мной, ссылка будет в описании, также в комментариях, ну и в конце видео ставим. Там много полезной информации и заодно сможете сравнить размеры, как они у нас выросли. Так вот, поговорим об Умке. Несмотря на то, что все пишут там, покажите Умку, она такая замечательная, она такая плюшевая, внешне она, конечно, выглядит шикарно, она действительно замечательная и плюшевая, но у нее есть свои минусы, и они на самом деле огромные. Умка к нам пришла уже, как вы знаете, в возрасте пяти месяцев из зоопарка. Да, она очень социализирована, но социализирована в том плане, что ей необходимо общаться с людьми. Опять же, но, общаться с людьми она не умеет. То есть, она зовет нас, хочет с нами играть, чтобы мы ее гладили, чесали и так далее. Ее не воспитали в плане выпускания когтей. У меня уже очень много порванной одежды, потому что Умка просто бежала со мной поиграться, и когтями разорвала мне там все штаны и так далее. С этим мы боремся, но в этом возрасте это сделать намного сложнее, нежели, вот оператора трогать, как мы брали Ханну и воспитывали ее с малыша и подстраивали под себя. У Умки уже сложившийся характер, и мы, конечно, пытаемся ее отучить от этих вещей, но пока что трудно. Вот так же она очень больно кусается, а из-за того, что она росла вместе с другими рысями, она не рассчитывает силу, она нас воспринимает, как собратьев, и поэтому, собственно, кусает так же, когда играет, естественно, не с агрессией, а именно когда играет. Умка, кстати, я ни разу от нее не видела никакой агрессии даже на еду, то есть ей подходишь, можешь забрать еду, ей все равно, но игриво кусается она очень больно, и опять же своими зубами рвет одежду, кожу и так далее, потому что зубы, конечно, просто нереально большие и острые. Также она очень просится домой к нам, но мы ее берем, конечно, домой, в туалет ткать, она не умеет в лоток, ее там никто не приучал, она всю жизнь жила в вольере, писала, какала, где хотела, да, зайка? Да, вот, а дома, конечно, если поймать момент и направить ее в лоток, она сходит в лоток, но опять же, этот момент надо ловить, это уже довольно-таки проблематично, если, например, за Ханой следить вообще не нужно. Но для рыси это, в принципе, норма, мы общаемся, собственно, всем, чем мы с вами делимся, это не наш, скорее, опыт, потому что наш опыт мы только набираем, это наши первые кошки, а опыт наших коллег, рыси все-таки, это, да, воспитать что-то можно, что-то подправить, но у них у всех, так же, как и у людей, индивидуальный характер. И сложно, например, сказать, что кто лучше брать самца или самку, кто будет из них спокойнее, очень сложно, все очень индивидуально. Вот, кстати, например, Ханна и Умка. У Ханны, она, ну, у нее уже пишила, она совсем активная, вечно играет и так далее, Умка вот совсем спокойная, она может сидеть и так далее, но она, опять же, может сидеть вот со мной так, потому что знает, что по-другому нельзя. Вот, но когда приходят к нам гости, начинают ей позволять слишком много, начинают с ней сюсюкаться, не ставить ее на место, она, естественно, начинает баловаться, начинает очень больно кусаться, царапаться и так далее. То есть сумкой себя Ханна понимает голосом замечательно, на нее можно крикнуть, она уже отошла, все поняла. Сумкой нужно работать слегка с силой, то есть прижимать ее чуть-чуть к полу, объяснять ей, что можно, что нельзя. Она понимает только силой. Хотя кажется такой спокойной, хорошей девочкой, ну, как там говорят, в тихом умоте черти водятся. Чертенок мой маленький. Мы надеемся, конечно, что Умку мы сможем немного перевоспитать, точнее, не перевоспитать, она уже довольно-таки сложившийся котенок, немножко изменить момент ее поведения, подстроить под себя, да, солнышко. Вы не думайте, вы вечно сравниваете Ханну, Умку, что Ханна такая вот плохая, Умка такая неженка, хорошая. Нет. У Хана с Умкой разница в возрасте совсем маленькая, и мы уже можем судить о том, что Ханна более строктивая, но при этом она воспитанная. То есть, да, она очень активная, и за ней нужно постоянно следить, но она воспитанная, она, в принципе, ничего плохого не делает. Только, опять же, она может там куда-то прыгнуть, что-то скинуть, именно чтобы привлечь наше внимание, когда ей стало скучно. Умка же более спокойная, но при этом она так вот делает все как-то, я даже не знаю, как объяснить, из-под себя сидит. Как-то не ожидаешь, она раз-то такими хитрые глаза взяла, так сжучила сразу, и такая, думаю, что-то задумала она. Что-то задумала и сделала. Понятное дело, что на видео выпадают моменты именно, ну, хорошие, более веселые, потому что никому не интересно смотреть, как мы убираем там какашки, либо объясняем Умке, что так делать нельзя, что можно, и то же самое с Ханной. Никому не интересно смотреть, как она крушит нашу кухню, хотя мы периодически это показываем. Вот, ну, теперь я вам немножко рассказала о различиях Ханны и Умки, и, может быть, вы пересмотрите свое отношение к Хане, а то в последнее время все Умку, Умку дайте, любим Умку. Так вот, если вы за Ханну, ставьте палец вверх, если вы за Умку, ставьте палец вниз, и посмотрим, кто у нас теперь фаворит. Кстати, в нашей группе ВКонтакте Бубкэт вы сможете увидеть фотографии папы и мамы Ханны. Я буквально на днях была в этом питомнике, и, ну, вот заодно сфотографировали их. Замечательные просто рысята, они уже, точнее, уже не рысята, они уже взрослые рыси. Они уже надели зимнюю шубку, такие пушистые, красивые, там, проще. И мама, к сожалению, не знаю, как зовут, не помню. Вот, они сейчас активно общаются. В общем, смотрите фотки. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наши каналы, Пишите комментарии, очень приятно их читать. Многие, ну, а над остальными просто смешно. Пока-пока. Моя вылизушка. Чистюля, да, надумается. Спасибо.